Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». И спасибо, что вы с нами на «Влияние». Я не один сегодня. Пастор Сергей Головей со мной. Пастор, приветствую тебя. Приветствую, пастор Юрий. Очень приятно. Christian Faith Center. Church, да. Ну, спасибо за время. Рад, очень рад возможности провести время здесь, тем более в прямом эфире. Спасибо вам, что вы присоединяетесь и становитесь частью этого эфира. Наши зрители, они рискуют сегодня после эфира получить много информации во время эфира. Это хороший риск. Это оправданный риск. И затем анализировать. Пастор, мы на пороге, как американцы, скажем так, наши соотечественники, славяне, мы на пороге грандиозных событий, исторических, архиважных для настоящего Америки и для всего будущего. И не зря мы выбрали с тобой эту тему, мы советовались, я даже молился об этом, и ты пребывал в молитве, знаю, о том, чтобы осветить предвыборные кампании, те, которые на пороге чего мы стоим, насколько это должно быть вызвано интересом с нашей стороны. Должно. Или мы должны это put aside, как говорится, положить в сторону, оно все равно как-то будет, якось будет, говорят украинцы, или все-таки мы должны все-таки более серьезно подойти к этому историческому моменту. Значит, я так сказать, сразу же беру, говорят, быка за рога. Клинтон и Дональд Трамп, это две противоположности. Кто-то называет это два зла. То есть из этих двух зол, говорят, надо кого-то выбирать. Я вот во время этой вступительной речи вспомнил это местописание. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Написано в одной из глав книги Псалмов. Поэтому сыновья человеческие должны знать, что делать с землей, которая им делегирована самим Богом. Что делать с тем участком, который дан им самим Богом. Мы также читаем о сыновьях из Сахара. Их не было много, но они знали, что и когда Израилю надо было делать. Они ориентировались во времени, они понимали, что происходит. Понятно, не о государственности сейчас мы ведем речь, не о правилах, не о режимах, не о системах, которые установлены. Мы говорим о факте. Мы ходим на улицу. 2016 год, высокосный год. Люди, живущие в Америке, знают или должны знать, что это год, когда страна идет на избирательные участки. Она делает это намного чаще, чем раз в 4 года. Но раз в 4 года, на высокосный год, в первый вторник, после первого понедельника, мы избираем главу государства. Кто будет этот человек? Какой моралью он или она движим? Какая идеология была в них, какая идеология их сформировала? Это немаловажный вопрос, потому что от человека, которому даны вожжи правления даже на 4 года, зависит очень и очень много. И здесь есть большая ответственность, потому что кому много дано, с того много спросят. Когда ты говоришь много дано, что нам дано, если мы говорим за нас, если мы говорим за славян? Мы говорим о стране, мы говорим о Соединенных Штатах, мы говорим о Конституции, которая наделяет нас большими-большими правами. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода собрания, свобода печати, свобода владения оружием. Это люди, которые являются сторонниками. И в Конституции это было в Райс, первые 10 поправок Конституции Америки. И я к тому, что если нам много дано, а нам дано много, значит мы в один день должны будем за это ответить. С нашего участия или без нашего участия во главе страны стали люди, которые прописали вот эти законы, которые были движены вот этой идеей и из точки А перевели огромнейшее государство. На данный момент нас больше 300 миллионов. Или в худшую, или в лучшую. Давай детализируем. Итак, последние 8 лет. Каждый из нас, разумный человек, он мыслит, он анализирует, он сопоставляет. Последние 8 лет они были, как мы говорим, они привели Америку, Богом некогда благословенную, до неузнаваемости. Мы говорим о моральных аспектах. Знаешь, я вот не могу с этим не согласиться. И мне даже кажется, мне даже кажется, я ни в коем случае не возлагаю всю ответственность на одно лицо, в лице президента. Но мне кажется, даже общество стало другим. Вот буквально несколько дней тому назад я переправлялся на тот берег и застрял в аэропорту. Другого слова я не найду. Застрял на 9,5 часов. Пастор Юрий, мне кажется, это другие люди. Какая-то напряженность, какая-то озлобленность, какое-то недоверие. Вот это не та Америка, в которую я, даст Бог, доживем до воскресенья, приехал 25 лет тому назад. Мне кажется, это было совершенно другое общество. И за 25 лет это не ответственность одного человека, не одного человека, который был у власти последние 8 лет. Но тем не менее, мы как общество куда-то направляемся. В силу этого, на данный момент похоже, что мы не в хорошем направлении идем. И в силу этого мы должны очень откровенно и очень конкретно говорить, какой будет судьба этой страны в следующих 4, следующих 8, следующих 12 лет. А если уже более откровенно, то какой будет судьба этой страны в руках наших детей или последующих поколений, если Христос не возвратится. Что является собой электорат христианский, если мы владеем статистикой более 40 миллионов, я, может быть, уменьшаю количество, но более 40 миллионов, те, которые называют себя evangelical Christians. Это очень уменьшенная статистика. Но что самое печальное в этом случае, это статистика от около 30 миллионов христиан, евангельских верующих, в 2012 году не явились на избирательном участке. И, соответственно, неявка на избирательном участке играет в противоположную сторону. Полная отрешенность от гражданской ответственности, она приводит к тому, где мы сейчас находимся. Поэтому серчать будет нечестно. Потому что, слава Богу, за страну, в которой живем, слава Богу, за законы, которые есть на данный момент. И львиная доля ответственности все-таки в руках электората, в руках людей. Моя же позиция, я говорю сейчас от лица большого количества славян, моя хата с краю, я кость Будды, на все воля Божья. Эта философия, она не выдерживает абсолютно никакой критики. Библия говорит, чтобы мы молились за благосостояние города, чтобы мы молились за благосостояние страны. Библия учит нас, чтобы мы молились за царей и за начальствующих. Следовательно, на нас возлагается определенная ответственность. И если мы ее сбрасываем в себя, ну, негромко сказано, мне кажется, в один день надо будет ответить за это перед многим. Ты знаешь, пастор Сергей, что последние где-то, я так вспоминаю, последние 5-7 лет я себя христианином не называю. Мне приходится много, наверное, так, как и тебе летать. Часто я сижу в самолетах, часто мне задают вопрос, where you from, who are you, что ты делаешь и прочее. Зачем далеко ходить? У нас поменялся сосед, буквально забор в забор. Ну, не совсем там забор, забор чуть дальше, скажем. Но ближайший мой сосед поменялся. Он купил take over the property рядом. Ну, и в него появился интерес познакомиться. Он познакомился с одним соседом и подошел ко мне. И я поймал себя на мысли снова же, что я не называю себя христианином. Я перестал называть себя христианином. What kind of religion you are? Are you Christian? Я говорю, нет. Знаю, я удивил тебя. Я вижу, вот, наши партнеры говорят, кого же мы поддерживаем тогда. Вот, друзья, я приложу толкование, будьте спокойны. Я обязательно добавляю приставку evangelical Christian. Это настолько важно. Когда вы называете себя христианином, все христиане. Но когда я это спрактиковал, я специально это делаю. Это эксперимент, который я практикую последние несколько лет. Когда я добавляю слово evangelical Christian, это совсем другая реакция. Такой же реакцией была реакция моего соседа. Которая он сразу говорит, да я за Трампа. Это учитывая то, что Сеатл, это штат Вашингтон. Очень либерально. Страшно либерально. 97% его либерально крайне лево. И он активно начал говорить, что он, так сказать, поддерживает Трампа. И почему поддерживает Трампа и прочее. Когда я сказал, именуя себя, что я evangelical Christian, ну, американцы вежливые. Он не ощетинился, но я в духе почувствовал, что я попал в точку. Поэтому никогда, если настоящий христианин, он называет себя evangelical Christian. Он обязательно добавляет, казалось бы, вносит поправку, объяснение. И, кстати, это стало иметь место более ярко, более ярко выражено последняя декада. Я к чему? Вот электорат evangelical Christians, евангельских христиан, он огромный. Он огромный. И если этот потенциал взять... Он, вне всякого сомнения, он очень огромный, но он, к сожалению, не является монолитным, разрусленным. Очень разобущенный. И, кстати, вот этот цикл выборов 2016 года, он очень хорошо это продемонстрировал. Потому что... И это правдиво как по одну сторону баррикад, так и по другую сторону баррикад. И один кандидат в лице Хиллари Клинтона закрепили за собой номинацию, она от Демократической партии, Дональд Трамп от Республиканской партии. Но сказать, что и одна партия, и другая 100% за своего кандидата... Нет, разговоры до сих пор идут. Несогласия до сих пор имеют место. И посмотрим, конечно, чем все это закончится. Но я полагаю, что суть сегодняшней нашей беседы и нашего разговора сводится к тому, чтобы, во всяком случае, посеять в сердца людей хоть какие-то зерна ответственности или понимания, что будущее моей страны, какой будет страна, в которой будут жить мои дети, в которой будут жить мои внуки, даст Бог жизни, зависит сегодня от меня, зависит сегодня от моего выбора, зависит сегодня от моего образовательного процесса, насколько я гораст что-то почитать, к чему-то прислушаться, задать вопросы. Их никогда не стыдно спросить, правильно? Самый глупый вопрос – это незаданный вопрос. И в соответствии своему пониманию, своему мировоззрению, своей совести, пойти на избирателей участок, особенно в цикле президентских выборов, потому что страна связана со своим президентом, страна связана с царем. Это принцип, которого мы не можем выбросить со страниц священного писания. Он прописан для нас очень четко. То есть, другим словом, мы можем пока, пока мы можем сопричислять себя, как евангельские христиане, пока, неизвестно, сколько это будет продолжаться, все-таки к крылу республиканской партии по некоторым причинам. Даже мой сосед, он говорит, почему? А почему ты республиканец? Я говорю, ну, одна из причин, наверное, потому что в свое время Рональд Реген взял нас, евангельских христиан, с Горбачевым подписал этот, и они, так сказать, контракт... Я думаю, что каждый человек имеет право остаться при своей партийной ассоциации, но одна из вещей, которая поможет людям, это почитать платформу. Потому что каждые четыре года, когда партии собираются на свою конвенцию, они обновляют, они вносят поправки в свою платформу. И независимо, кто будет кандидат. Кандидат может не шагать нога в ногу с платформой партии и оставаться кандидатом. Но это будет первый шаг. Скажем, если человек полный невежда в политических процессах, но заинтересован, стоит начать с платформы каждой партии. На чем стоит подавляющее большинство демократической партии? Что в основе? Чем они мотивированы? Что их формирует вообще? Куда они хотят привести общество? Какое их видение? И с другой стороны, увидим ли мы идеальное воплощение платформы в каждом кандидате? Конечно же нет. К примеру, демократическая партия на данный момент, ее платформа конкретно прописывает ряд вещей, аморальных вещей, с которыми ни один здравомыслящий, последователь Иисуса Христа, отождествиться не может. Но будет несправедливо, пастор Юрий, с моей стороны, сказать, что Хилари Клинтон, как представитель или кандидата демократической партии, подписывается под каждое из этих вещей. Ее личные убеждения могут быть совершенно другими. Это же и правдиво в отношении республиканской партии. Она может на бумаге быть в платформе своей партии и за семью, и за ценности, и за мораль, и за, если говорить о социальных каких-то вопросах, и о частных школах, и о том, чтобы поменять здравоохранение, и внести какие-то поправки. Когда речь идет о личности Дональда Трампа, в его, как мы говорим здесь, в сердце сердец, да? Кто знает о человеке, кроме духа человеческого, который? Кто может ответить за Хилари Клинтон, кроме самой Хилари Клинтон, что она отказывается делать? Кто может ответить за Дональда Трампа, кроме самого Дональда Трампа? Иногда он своими устами позволяет нам заглянуть в свой мир, и люди берутся за голову, говорят, господи, так к чему же мы представлены в 2016 году? Что должно меня мотивировать, если, наблюдая за тем, что происходит, меня ничего не мотивирует? С одной стороны, личность, которая повязана какими-то конфликтами один за одним, или какими-то скандалами, с другой стороны, человек, который полностью не имеет никакого политического опыта, который сделал большое состояние, который банкротировал несколько раз, и несмотря на все это, смог опять подняться, у которого, будем надеяться, третий маломальский хороший брак, но... Это гэмбл! Хиллари Клинтон, ее имя известно всему миру, и ее мужа, и Дональд Трамп, имя известно, но что вот за этой ширмой, да? Что там за процессы? Мы только можем догадаться. Смотри, пастор Сергей, Библия говорит, что молодого человека или ребенка по наклонностям его определяют. По наклонностям, вот куда наклонности, вот туда его и понесет, или поведет, или уклонит. Так вот, если мы открытым текстом говорим за Обаму, я вспоминаю Западную Украину, и мое детство прошло на Западной Украине. Ну, детство, так скажем, в Донбассе, начало детства, потом продолжение было на Воволынске, небезызвестный, и Червоноград недалеко от этого. Совсем рядом. Совсем рядом. Так вот, я помню, я уже настолько прямо говорю, что тут уже, не вот так вот, а уже прямо. Я помню, поймали молодого человека, который заглядывал в женские туалеты. Завели его в милицейский участок, и дали ему, ну, Томакова понадавали, так здорово понадавали, что, говорят, после этого он уже не заглядывал в женские туалеты. И поймали гомосексуалиста. В Нововолынске. Да, это... Аномалия была. Огромная аномалия, да. То есть, это диву даешься, откуда оно могло уже в то время, так сказать, набирать обороты. Но, снова же завели его в полицейский участок, Томаков надавали, и говорят, что он стал после этого хорошим, нормальным семьянином. Так вот, что получается? В Америке не просто Томаков надавали, посадили на престол того, который заглядывает в женские туалеты. В аэропорту я захожу, это не только я, на прошлой неделе. Зачем? Да, на этой неделе, что я говорю. Захожу, и заходит за мной в туалет. В городе Сиатле оно заходит. Оно заходит. Я же знаю, что я не имею права. Понятно, я не только и в душе возмутился, но я увидел мужчин взгляды, которые бросают гневно на вот это оно, это чучело, которое зашло, да. Но я с уважением к чучелам, но я называю вещи своими именами. Понятно, что я не буду выражать, так сказать, в виде физических каких-то проявлений, но в душе, то понятно, нормальный человек со здравым рассудком, он реагирует адекватно на это. Что мы сделали в Америке? Мы не просто тумаком надавали, мы посадили на престол, мы дали все полномочия, мы все кнопки дали нажимать. Это что такое? Я думаю, что нам надо момент, много моментов, много времени, очень серьезного, глубокого анализа, не столько в лице одного человека, а вообще, что происходит с обществом. Потому что, пастор Юрий, при всей, так как у нас очень откровенный разговор, последние 50 лет, последние 50 лет, у нас были потрясающие крусейды, с тем же самым Билли Кремом. Опрос за опросом общественного мнения подтверждает, что подавляющее большинство американцев именуют себя христианами, быть может не все громко утверждают, что они евангельские христиане, тем не менее. Львиная доля из них до сих пор идет по воскресеньям в церковь. И в то же самое время, моральный статус, состояние государства в целом, оно большое. Мы идем по нисходящим. По нисходящим. Поэтому, с одной стороны, за последние 8 лет произошло немало нехороших процессов. Опять, я не хочу эту ответственность подложить на одного человека, потому что во многом это была игра на общество. Общество этого требовало. Были силы, которые настаивали на этом. В чем не было, за что я готов возложить ответственность, это полное отсутствие лидерства. Потому что лидерство и есть не что иное, как иногда готовность идти против течения. Когда ты знаешь, где правая рука, где левая, и когда, Библия что говорит, не следай за большинством на зло. Когда все большинство, пусть их даже будет 250 из 315 миллионов, лидерство обязывает человека встать в полный рост и сказать, потому что вот это будет справедливо, потому что вот это будет честно, потому что долгосрочно мы выиграем. Вот этого не было продемонстрировано от лица сегодня занимающего самый высокий пост в этой стране. В этот список лидеров включаешь ли ты духовных лидеров? Абсолютно. Я и включаю в первую очередь. Почему тогда был тренд? Money, 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 prosperity, процветание и прочее, прочее. Я даже думаю, пастор Юрий, что нам с них надо начинать. Почему? И мы коснулись разговора, что евангельских христиан, евангельского присутствия немало в Америке. Но оно не монолитно. И сегодня в отношении политических процессов, морали, однополых браков, ряда других социальных вещей, животрепещущих социальных процессов, самое разобщенное мнение. Иногда об этом говорят люди, которые проучили в христианских колледжах, университетах, которые были президентами престижных христианских университетов. И человек говорит, после долгого рассуждения, после многих консультаций, я понял, что надо делать вот это, надо делать вот это, надо делать вот это. Ему возражают, а что в отношении римлянам первой главы или еще рядом мест священного писания? Мы там, где мы есть. То есть, вот этот дух толерантности... Если соль потеряет силу. Да. Чем сделаешь его соленым? Да. Если... Это не ответственность президента... Легислейт, да? Законодательским путем утверждать мораль в стране. Это не его ответственность. Его ответственность, ответственность Верховного Суда, ответственность законодателей, быть настолько пропитанными... Или я должен так построить свою мысль. Ответственность церкви сводится к тому, чтобы христианским содержимым наполнить общество до такой степени, быть может, это звучит немножко уродиво, быть может, это... Чересчур максимализм. Но христианского содержимого должно быть настолько много, что глупые законы даже не появляются на столе законодателей. Что свое перо, или рощерком своего пера, президент даже не хочет подходить к этим законопроектам. Вот в этом случае мы выигрываем. А когда мы теряем соль, когда христианского содержимого становится все меньше и меньше, не может быть вакуума. Информационное пространство, оно всегда будет заполнено. Содержимое, если не хорошее, будет плохое. Если хорошие люди не будут говорить, будут плохие люди говорить. Если праведные не придут на избирательные участки, нечестивые обязательно это сделают. Мы в духовной войне. Это очень сильная мысль. Я чуть возвращусь на 30 секунд раньше. Я бы, наверное, так интерпретировал то, о чем ты говорил, следующим образом. Что мы не должны подтверждать свою identity, кто мы есть, исходя из того, что мы делаем. Но наоборот. Мы должны делать все последующие дела, исходя из того, кем и кто мы есть. То есть, я не буду доказывать своей сущности, что я все-таки христианин. Что моим мерилом является слово Божие. Фундамент, авторитет. Незыблемо, неповторимо. Единожды Богом установлено. Утверждено печатью Духа Святого. Я не буду утверждать это просто тем, что я что-то буду делать. На первом месте, в начале, это то, кем я есть в Боге. Абсолютно. А все остальное, оно будет вытекать непосредственно из того, кем я есть. Но вещь вот в чем. И мы, конечно, в процессе нашей беседы будем использовать места Священного Писания не для того, чтобы что-то подтусовать, а для того, чтобы дать четкую директиву. Библия говорит, истреблен будет народ за недостаток видения. В английском переводе используется слово knowledge. Истреблен будет народ за недостаток знания. Есть духовное знание. Есть знание, которое не имеет в себе духовного аспекта. То же самое, скажем, семья. Могут быть два самых, что не есть духовных человека. Библию читают, Бога любят, молятся, дисциплинируют себя. В церковь ходят, погружены в служение. Но есть азы семейной жизни, которые, кстати, они прописаны, они универсальны. Если невозрожденный человек будет их использовать, его семья будет работать. Есть мирские, есть мирские семьи показательные, образцовые, потому что они согласились, два человека согласились взять информацию, имеющую отношение к устройству дома, и применить ее. И принципы работают. И принципы. Есть финансовая информация. Будь человек опять самым духовным, самым продвинутым, самым, что не есть, посвященным церкви, но если у него нет азов финансового устройства, личной жизни, если не дружит с математикой, и он не понимает, что расход больше, чем доход, то в конце месяца я в проблеме. И когда я 12 месяцев в проблеме, то в конце года я в очень большой проблеме. А когда несколько лет подряд я в проблеме, я в огромнейшей яме. Цифры, упрямая вещь, с ними надо дружить, их надо считать. Ну, элементарное, как бы элементарное знание. То же самое имеет отношение и к процессам. Мы благословлены. Пастор Юрий, вот хочу призвать наших телезрителей, которые здесь, на континенте Соединенных Штатов. Мы всего лишь 5% от мирового населения. 5. 5% от мирового населения. Мы можем, не заикаясь, назвать себя благословенными людьми, тем более нерожденными здесь. Приехали, страна распахнула перед нами все возможности. Страна, не громко сказано, продлила нашим отцам. Добавила по 10, по 5. Люди, которые дня не поработали в Америке, палец о палец не ударили. Пенсии им страна дала, жилье льготное дала, медицинское обслуживание, едят, что хотят. Боже, просто вечности не будет достаточно, чтобы отблагодарить Бога за это. Но, ввиду всего вышесказанного, есть элементарный, есть ликбез политический. До тех пор, пока мы, будучи частью вот этих 5%, есть политический ликбез. То есть, 4 года проходят выборы. Один человек мне говорит, ты что, в самом деле думаешь, что от нас что-то зависит? Я слышал такое же, и неоднократно. Говорит, это все уже протасовано, это все уже сделано. То есть, такая школа мысли, она бытует среди славянского народа. Кто-то говорит, с другой стороны, на все воля Божья. Как ты скажешь, если на то воля Божья или нет, что Клинтон или Трамп должно быть? Ну, смотрите, Христос, ученики пришли к Нему и говорят, научи нас молиться, потому что Я научил своих учеников. И Христос говорит, мы повторяем эти слова иногда два раза в день. «Отче наш, сущий на небесах, да светится Твое имя, да придет Твое царь, да будет воля Твоя». Если на все его воля, то зачем молиться? Зачем молиться? Да. Мы противоречим сами себе. Если на все его воля, тогда нет нужды. Это Бог, это логичный Бог. Зачем бы он в лице учеников давал нам директиву, как молиться, и конкретно указал, чтобы в своей молитве мы говорили, да будет Твоя воля, если она на все есть? В другом месте непрестанно молиться. Непрестанно молиться. Зачем, если все будет определено уже? Вот мы оказываемся очень часто в тупиковых ситуациях. Гибнет народ за недостаток знания. И до тех пор, пока у нас есть возможность быть граждански активными людьми, и сделать свой гражданский долг. Я считаю, это мое субъективное мнение, что мы это должны делать. Не для себя. Мы должны думать о том, какой страна будет четыре года от сегодняшнего дня, какой страна будет восемь лет от сегодняшнего дня, какой страна будет двенадцать лет от сегодняшнего дня, если Господь не придет. в какой Америке, в каких Соединенных Штатах будут жить наши дети. И вот сейчас очень уместно говорить о кандидатах, которым страна представлена, которые представлены стране в 2016 году. Очень сложные выборы. Я сразу это скажу, очень сложные выборы. С одной стороны, карьерный политик с потрясающей, как мы говорим здесь, name recognition. Кто не наслышан на Клинтоне? Тем более, ее муж был президентом Америки два срока подряд. С другой стороны, человек, у которого никакого политического опыта, мы называем их аутсайдерс, то есть никаких не все очень хорошо реагируют на Клинтон, и тем более, не все очень хорошо реагируют на Трампа. Что же делать? Что же делать вот человечеку, славянину, который ходит в церковь, боится Бога, любит Бога, и понимает, что если уже быть честным, то выбор очень затруднительным, выбор, я бы даже сказал, сложнейший. Я не соглашусь, пастор Юрий, что это самое, что не есть, важные выборы в истории Америки. Мы этого наслышаны уже немало. Но, с другой стороны, вот к чему я склонен. Эти выборы все-таки очень важны. И это будет моим мотиватором. Это то, что подстегнет меня, не остаться дома. Потому что следующий президент Соединенных Штатов Америки, 45-й по счету, им будет либо Клинтон, либо Дональд Трамп, назначит в Верховный суд, исполняя данное Конституцией право и долг, это на плечах президента, номинировать судей в Верховный суд. У нас расклад следующий сейчас. У нас 8 из 9. У нас есть одна вакансия на суде. Который умер. Скалия, который был назначен Рональдом Рейганом, пробыл больше 30 лет. Консервативный. Очень консервативный человек. Он был такой бедрак Верховного суда. На него можно было знать со стопроцентной уверенностью, что его голос, его заключения будут как бы движимы консервативной идеологии. Умер. И вакансия. По сути, Обама имеет право назначить, что он и хотел. Это был бы уже третий, это уже был бы третий человек, назначенный им для Верховного суда. Но якобы есть такое негласное правило договоренности между партиями. Это все возвращает еще в конец 19-го века, 1800-м какой-то год, когда якобы была договоренность в президентский год, никто не будет номинировать. Оставьте это для следующего президента. Хотя, если бы два парламента, два этажа парламента, верхний и нижний, образно выражаясь, они все-таки были продемократические, они бы утвердили своего. В сути, да, по сути, номинация была зарублена, потому что Конгресс сейчас контролирует республиканцами, как нижняя палата, так и верхняя палата в лице сената, и они сразу отклонили и сказали президенту, что, пожалуйста, не будет даже этих разговоров. Так я к тому, что это одна вакансия, и есть еще несколько человек, которые... По возрасту, по возрасту. По возрасту. Это 82, 84. Есть история, знает примеры, когда верховные судьи уходили либо по состоянию здоровья, либо в полном здравии. Когда говорили, моя чаша полна, я хочу остаток лет провести с семьей, в кругу семьи, или еще какие-то обстоятельства. Обычно вакансия становилась результатом смерти одного из судей. Я читал один анализ, один прогноз, что следующий 45-й президент может назначить вплоть до 4, а то и 5 человек в Верховный суд. Если это произойдет, это уже само по себе будет... Это трагедия. Это будет, я хотел сказать, сам по себе прецедент. Потому что даже люди, которые были президентами два срока по 4 года, три максимума. Исторически. Я не проверял ФДР, он был президентом, был избран на 4-й срок, был президентом в 13 лет. Сколько человек он провел в Верховный суд, хотя там имела место своя контроверсия в этом отношении. Но если это так, то от Верховного суда, от людей, которых следующий президент номинирует в Верховный суд, будет зависеть очень много. Кто-то спросит, что же будет зависеть от Верховного суда. Можно было бы говорить о том, какие законопроекты поступят, но во избежание продолжительности этого разговора сам факт, что они будут там до конца своих дней, до тех пор, пока сердце не перестанет биться их груди, должно подстегивать меня. Как бы хотелось, чтобы в Верховный суд были назначены моральные люди, были назначены люди, у которых есть конкретные ценности, люди, которые могут озвучить эти ценности, люди, которые не стыдятся их. Можем ли мы гарантировать сейчас, что в лице Хиллари Клинтона будут назначены только либеральные, достаточно с большой долей вероятности, но не на все 100%. Можем ли мы гарантировать, что Дональд Трамп, если он выиграет, номинирует только консервативных судей? Можем, он дал 11 человек, он дал список из 11 человек, если я не ошибаюсь. Даже исходя из этого мы можем все-таки... Это был хороший шаг с его стороны, но, если бы не одно но, есть что-то в этом верховном суде, пастор Юрий, есть что-то вот в этой столице нашей меняющий человек, потому что я могу привести ряд примеров судей, которые были номинированы консервативными президентами, которые были консерваторами или принимали решения, исходя из консервативных идеологий, находясь в нижних судах, потом сдвиг произошел. И когда они оказывались там, что-то происходит. Поэтому вместе с тем, пастор Сергей, для поддержания разговора, вместе с тем я более говею, я более говею, я хочу водораздел провести. Я говею к платформе республиканской. Было бы неправильно с моей стороны, меня бы обвинили все-таки, Юрий, как руководство медиа импакта, все-таки у вас есть своя платформа, я должен озвучить, что я все-таки говею более к прореспубликанской ветви, чем продемократической. Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые маломальски занимаются домашней работой в плане политических процессов, наверное, симпатизирует, быть может, не самой практике моральности, но во всяком случае того, что прописано на бумаге. Но с чем встречается наш славянский брат, коль бы говорим очень откровенно. Все-таки вот этот пережиток социализма, он дает о себе знать. и то, что человек проделал дорогу через океан, это не значит, что где-то в Атлантику оно все улетело. Вот это предрасположенность, что мне должны. Хотя, я повторяю еще раз, Америка так много дала людям, которые ничего для нее не сделали. Я говорю сейчас о старшем поколении. Людей среднего возраста с рабочей прослойки, они возьмут свое, будем так говорить. Но все равно вот есть какая-то предрасположенность. И Дедом Морозом в каждом цикле президентских выборов, как правило, выступает демократическая партия. Мы дадим вот это, мы дадим вот это. У вас нет защищенности по правам, вас ущемляют, мы вас защитим, у вас нет страховки, мы вам дадим ее. Если не дадим, обяжем, чтобы вы ее имели. Вы оплачиваете тувишен, мы сделаем как Сандерс, мы сделаем бесплатно. Простим все эти. Кстати, походу, это не в обиду. Очень много проеврейского, этнического меньшинства в Америке, в основном это люди, которые все-таки никогда не скажут, что они в Бога не верят. И когда я услышал постулатом, одним из основных его постулатом, что его вера совсем полностью отличается, ему в лоб задали вопрос, верите ли вы в Бога, он говорит, моя вера не такая, как у всех. Оказалось, что он атеист, оказалось, что он совершенно безбожник, и чтобы еврей произнес отрицание Бога, это речайшие случаи, да? Речайшие случаи. В Америке, кстати, это в Америке. Кстати, если я могу добавить, вот в этом аспекте, я не думаю, что я кого-то удивлю, но если вам предоставится возможность поговорить с нашими славянами, будем говорить так, интеллигенцией, в том плане, может, неправильное слово я использовал, интеллигенция, то есть люди, которые в высших образовательных кругах, потому что среди нашего населения немало, и это дает нам или должно давать нам очень много чести, потому что есть молодые ребята в свои 20-е годы, 22-23, не только степень бакалавра получили, но защитили уже мастерские степени. И вот мне интересно было поговорить с некоторыми из них, то есть как бы в общих чертах их расположенность, да, потому что они сидят за партами, они окружены вот теми, кого мы называем мэллиниелс, они профессура, вся вот эта подача, особенно на каждом президентском, на витке президентских выборов, это все активизируется. И я с большим удивлением узнал нескрытые симпатии к вышеупомянутому человеку, это при том, что одним поколением раньше их родители, да, или их дедушки, бабушки убегали от того, что этот человек хочет водрузить на этой земле. И, кстати, единственный он первый, который прогрессив назвал свое движение прогрессивным. Почему? И я, когда его однажды слушал, я вспомнил, апостол говорит, станем ли грешить, чтобы умножилась благодать, то есть благодать прогрессирует и грех прогрессирует. И первый кандидат из всех и республиканских, и демократических, который ему кажется и ему показалось малым того, что они уже достигли, внедрив одно, второе, третье, чуть ли не социализм, утвердив в Америке бесплатно, раздавая, сделав, сделав 50 миллионов, 52 сделав, скажем так, бездельников на Велфере, 52 миллиона Обама сделал, ему показалось мало, он еще начал применять это слово прогрессив, то есть мы должны еще дальше прогрессировать. Но что интересно, Юрий, людям нравится? Нравится, вот, есть огромнейший электорат, который ведется на все это. И на урах, насколько миллионы его встречали на урах. И вот что мне небезинтересно было заметить для себя, так это славянская молодежь, это люди, которые, родители которых, тем более бабушки и дедушки, при первой же возможности, когда двери открылись, ушли от системы, которую он хочет в полной мере дублицировать здесь. И они не скрывают свои симпатии. Потому что, опять, как ты можешь побереть на избирательном участке Деда Мороза, невозможно. Он приходит с огромнейшими обещаниями, он говорит, что у тебя есть студенческий лон, мы его покроем, у тебя есть еще какие-то проблемы, мы их решим, у тебя нет работы, не беспокойся, мы позаботимся о тебе. И таким образом, вот этот, мы говорим по-английски entitlement, да, то есть, человек, мне должны, система мне должна, если я могу возвратиться к этому опыту своему, несколько дней тому назад, когда я провел в аэропорту 9,5 часов, вот, вот то же самое, прямо или косвенно было выражено словами, было выражено в поведении, было выражено body language, то есть, мне, все мне должны, человеку объясняют погодные условия, человеку объясняют поломки самолета, человеку объясняют еще что-то, мне должны. И такая потребительская форма существования, я по-другому это не назову. Что интересно, друзья, мы с пастором Сергеем, Сергей Головей, в эфире, это программа «Влияние», оставайтесь с нами на «Импакте», спасибо, что вы с нами на «Импакте». В эфире неоднократно в рамках программы новостей из Вашингтона, Ди Си, час тайм, мы вещаем ежедневно, и последний месяц, учитывая то, что Трамп, он, так сказать, выразил открытую позицию относительно его мнения, как должен Путин поступить к Украине, как Америка должна поступить к Украине, и в рамках новостных блоков информационных ведущие, это все украинцы, ведущие час тайм, они неоднократно, то, что я слышал десятки раз, каждый новостной блок, они подчеркивают, что украинская диаспора в Америке, она не против, она не за Трампа, она против Трампа, против, против, и мне это не понравилось, друзья, я вам так скажу, что это не позиция наша, это не позиция, то, что они там говорят, они должны это говорить, они должны это говорить, им за это деньги платят, и есть страх со стороны со стороны так сказать этого отдела, то, что они могут лишиться своих, так сказать, должностей и своих позиций в студии. Кстати, я сегодня проводил свой радиоэфир, и один человек позвонил, он говорит, я буду голосовать против Трампа, мне не нравится альтернатива, альтернатива, но чисто из-за того, что он сказал в отношении Украины, то, что он сказал, говорит, это развернуло меня полностью, изменило мое мнение, то есть, я думаю, что таких людей немало. Немало. Но так утверждать, что, так сказать, полностью диаспора, все-таки здравомыслящая диаспора, даже в рамках нашего эфира, даже во свете того, как ты подчеркнул, первое, второе, третье, четвертое, даже с учетом потенциальных выдвиженцев на позиции Верховного Суда, даже с учетом этого, здравомыслящий сегодня, он, так сказать, зритель, а вы скажете действительно, я не поведусь, я никогда не поведусь, меня бирюльками, бирюльками, там чуть-чуть велфера, там чуть-чуть этого, то, на чем базируют свои взгляды, демократическая партия, меня этим не купишь, есть что-то более ценное для меня, в моем сформированном мировоззрении, чем просто бирюльки, правда, что чуть-чуть блестят. Есть, я думаю, опять, так как мы в процессе разговора обязательно делаем ссылки на священные писания, одна истина в равном мире не должна быть оставлена без внимания. мы не живем в совершенном мире. И это священным писанием прописанное аксиома. Очень часто, очень часто Бог использует несовершенных людей, далеко несовершенных людей, чтобы исполнить свой план. Потому что в большом доме, я не думаю, что это разговор о церкви, об этом пишет Апостол, в большом доме есть сосуды. И золотые, и серебряные, деревянные, и глиняные. Самого, одни в почетном, одни в низком употреблении и использовании. Поэтому я даю себе отчет, вот положа руку на сердце, что сегодняшний выбор 2016 года нелегкий. Он действительно, действительно затруднительный. Но нам надо мудрость от Бога, как сыновья из Сахара, которые знали, чтобы мы не просто методом тыка, но мы были ориентированы во времени, в которой мы живем. Что Бог делает сейчас? И нам могут не нравиться кандидаты, нам могут не нравиться личности предлагаемые, но можем ли мы на минутку приостановиться и при всем происходящем увидеть почерк Божий? И осознавая огромнейшую, огромнейшую ответственность на человеке, который будет в Белом доме следующих четыре года, наш выбор должен быть очень и очень осознанным. Очень осознанным. Позволь вопрос такой, так сказать, по существу конкретный. Ты можешь его не озвучивать, но ты определился уже с кандидатом. Я говорил, я говорил на своих радиопрограммах, если бы не количество вакансий, потенциальное количество вакансий в Верховном суде, я, может быть, и не пошел на избирательный участок в этом году, в этот раз. Но это меня обескураживает. Это меня очень сильно обескураживает, потому что, я скажу почему, люди здесь живущие могут засвидетельствовать, какой атаке в последнее время подвержена свобода слова в этой стране. Мы все еще ее имеем. Какой атаке подвержена свобода слова в церковном помещении, когда несколько лет тому назад открытая лесбиянка, мэр города Хьюстона, потребовала, это был беспрецедентный поступок, потребовала от 400 пасторов, чтобы они дали ей конспекты своих воскресных проповедей. Вот одно понимание того, что одним голосом в Верховном суде, или двумя голосами в Верховном суде, или тремя голосами в Верховном суде может быть закрыт рот для того, чтобы озвучить. Кто-то спросит, ты что, боишься этого? Нет, я не боюсь этого. Даже запрет для того, чтобы провозглашать истину, он не должен нас остановить от того, чтобы провозглашать истину. Но вместе с этим, пастор Юрий, надо, вот уже очень откровенно говоря, с нашими телезрителями и всеми, если этому обществу будет плохо. Всему будет, тогда все. Дело в том, что я единожды, когда мне спросили об Америке, я говорю, откройте, римлянам 13 главу, прочитал, Божий слуга тебе на добро, говорит, ты об Америке? Я говорю, ты сказал. В свое время это был Божий слуга, который меч держал тебе на добро, и это было на протяжении десятилетий, так скажем. Это олицетворяло собой, Америка олицетворяла римлянам 13 главу, что Божий слуга, который держит, если делаешь зло, бойся, так оно было. И ты знаешь, сегодня, что Хилари Клинтон заявила? Что меня шокировало с ее уст? Говорит, Америка это последняя надежда для всего мира. Это ее точное слово, переведенное на русский язык. Но она ошиблась. Церковь Иисуса Христа последняя надежда для всего мира, это если бы я был ее консультантом, я бы ей так подсказал. Я надеюсь, пастор Юрий, я надеюсь, уважаемые телезрители, что вот этот цикл политический, в котором мы находимся, все, оно утрясется. Но после 8 ноября, прошу прощения, я надеюсь, что вот эти процессы, сегодня имеющие место в нашем обществе, вот это противостояние, вот это, такая, я бы даже сказал, достаточно открытая вражда. Обостриться. Она обостриться, ты думаешь? Я думаю, что она подстегнет евангельскую церковь, она подстегнет евангельскую церковь, Стать на колени, перестать заниматься, извините, ерундой, и возвратиться к своему оригинальному предназначению. То, что она должна делать. То, что она должна делать. И очень, у меня когда-то такая проповедь была, Галатам 1.10 или Галатам 2.20, да, есть 110, есть 220. Разница существенная. Так вот, он в Галатам говорит, в 1.10, что человекоугодниками мы стали. А в Галатам 2.20, он говорит, я, уже не я живу, живет во мне Христос. Я ориентируюсь, и вот церковь, евангельская община этой большой страны должна понять, должна отказаться от каких-то мелких компромиссов и больших компромиссов, и быть просто институтом, возвышающим свой голос за истину. Вот путь. Идите по нему. Пастор Сергей, мне показывает, у нас осталась минута. На молитвенной ноте мы и уйдем из эфира. Я попрошу совершить молитву, действительно, чтобы свет Божьего Слова он просветил. Если там была тьма, чтобы тьму, какая-то неразбериха, может быть, какие-то непонятности, чтобы действительно свет, прожектор Его Слова. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Пожалуйста. Господь, мы предаем себя, мы предаем наши семьи, мы предаем наши церкви, мы предаем наши города, эту страну, Тебе и Слову Твоей благодати. Мы просим Тебя, чтобы Твоя воля благая, угодная и совершенная была явлена, чтобы Твое имя было возвеличено. Просим Тебя о том, чтобы сердце этого народа повернулось к Тебе, чтобы они стали к Тебе лицом, а не спиной. Пусть продолжает звучать Твоя правда на этой земле, и пусть из этого места еще во многие концы земного шара направятся люди, которые принесут благую весть, чтобы многие уверовали и приняли Христа в свое сердце. Во имя Твое мы об этом просим. Аминь. Аминь. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Итак, мы беседовали, мы рассуждали, мы говорили, анализировали, а вам принимать или не принимать, или отвергать. Во имя Иисуса, мы благословляем вас на принятие доброго слова. Пастор Сергей. Спасибо. Благодарю, пастор. Очень приятно было провести. Еще мы будем встречаться. Обязательно. Давай мы договоримся, что вот в период этих предвыборных мы еще проведем один, два или три эфира. Будет благословение. Еще раз Бог да благословит. Оставайтесь с нами на импакте. Помните Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. И будьте благословенны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова